Всем привет! Всем привет, меня зовут Настя. Я Диана. Если что, я хочу сразу сказать, что я странно выгляжу, я об этом знаю. Давайте не будем просто об этом думать и всё, потому что я не могу перестать об этом думать. Всё, я всё сказала! Настя прекрасно выглядит и сидит что-то парится. Ну, не нравится, бывает такое, когда смотришь на себя и думаешь, фу. Но сегодня такое настроение. Это знаешь, когда клиент приходит на макияж и говорит, хочу чёрные смоки, а он никогда не красится. Ему надо делать чёрные смоки, и он сидит и думает, блядь, слишком ярко, как-то мне не идёт. Нет, давайте мы смоем это всё. У меня сейчас примерно то же самое, типа накрасилась, тёмные глаза, думаю, блин, какая-то жопа. Мы сейчас должны снять три видео подряд, минимум. Поэтому я думаю, что вы ещё в следующих роликах увидите, какие-нибудь другие губы, там, что-нибудь, короче, сейчас будем менять. Потому что... Да, сейчас волосы покрутим. Волосы покрутим. Но у меня, кстати, болезнь. Я понимаю, я монтирую видео и смотрю, что я постоянно перекладываю... Меня саму бесит. Я смотрю на себя, меня прям раздражает то, что я постоянно перекладываю волосы. Извините. Такая, такая, нервная. У кого что? Диана ногти себе отрывает. Я волосы перекидываю. Все пальцы в мясо, я даже показывать это не буду. Это просто ужас. Позорщик. Так что у всех свои недостатки. Ладно, давайте переходить к теме. У нас сегодня по ту сторону дна. Мы рассказываем историю наших подписчиков. Тема работа. Вообще любая работа. Где люди контактируют с людьми. Кринжовые, странные, страшные, тупые, интересные, смешные ситуации. Любые вообще, короче. Которые выбиваются хоть как-то из нашей рутины. Все присылайте нам вот на эту почту. Также не забывайте, что мы принимаем истории на тему. Я абьюзер. Так и пишите в теме письма. Я абьюзер. Работа про отношения. Отношения не только любовные, но и там между друзьями шурум-бурум тоже может быть. И также про учебу. Ну, учеба. Например, вы были в обучении в школе макияжа. Или вы учились в школе, был какой-то пипец с учительницей. Вы учились в универе, там что-то закрутилось-завертелось. Любые вообще курсы, учебные заведения. Все, короче. Физкультура. Вот все, что угодно. Ну, в общем-то, да. Присылать нам свои истории, потому что историка это страфически мало. Но мы вообще не знаем, что делать. Нечего сейчас рассказывать, представляете? Так что, пожалуйста, восполняйте запас историю на нашей электронной почте. Там прям кропаль. Сейчас мы начнем зачитывать истории нашей любимой рубрики. Привет! В основном все пишут про работу в частных лавочках. А мне бы хотелось рассказать про свой опыт в государственном учреждении. После универа я была молодая и зеленая. Ничего не понимала в законах и своих правах. Решила, что если куда-то устраиваться, то в госконтору. Там хотя бы есть шанс на какие-то гарантии. Ага, сейчас. Устроилась я по специальности землеустройство. На солидное, как казалось, предприятие. В частности, там были закрытые отделы, которые делали секретные морские карты и прочее. У нас был отдел с лайтовым кадастром. Никакой секретки. Хотя вход на предприятие был через вахтера под запись. И двери в кабинет закрывались на печать. В коллективе была и молодежь, и деды с бабульками, которые сто лет на этом предприятии отработали и считали себя королями. Но мы с ними по рабочим моментам не пересекались до поры. Работа у нас появлялась благодаря выигранным тендерам. А поскольку тендеры – это аукцион на понижение цены, кто меньше предложит, тот и выиграет. Часто бывает нецелесообразно и убыточно для компаний. В какой-то момент получилось так, что ни одного тендера нет, и работы, соответственно, тоже. Когда я устраивалась, мне сказали, что у меня зарплата из расчета. Оклад плюс сделка. Я была спокойна, сидя без работы, так как оклад, то я свой получу. А вот и нифига, за январь мне пришел квиток из бухгалтерии с нулем рублей. Я пошла разбираться, и оказалось, что ЗП у меня теперь чисто сделочное, никакого оклада. Мне нравится, что это выясняется вот так просто. Типа, когда ЗП приходит... Мне нравится, что эти правила появляются тогда, когда ЗП приходит. Типа, теперь у меня оклад... нет оклада. Ну что ж, ну прекрасно, а почему не оповестить это заранее, чтобы у человека, который работает, было время съебаться оттуда, раз такие пироги. Извините. Просто обожаю. А работы нет, и то, что ее нет, зависит не от меня. Я-то готова работать. Конечно, стоило бы поднять шум, но я уже говорила, что была слишком наивная и зеленая, и просто не знала, из чего его поднимать. Да и в целом зарплату регулярно задерживали на неопределенный срок, и невозможно было планировать свои траты. Мне хотя бы родители немного помогали, у коллег были кредиты и съемные хаты, это вообще пиздос, я не знаю, как выживать в такой ситуации. Ладно, сидим дальше, тендеры по-прежнему не выигрываются, мы ходим на работу чисто чай попить и с коллегами пообщаться. В какой-то момент к нам приходит начальник и предлагает начать отрисовывать топосъемку. По сути, это карта, которую ты рисуешь руками в автокаде согласно планам, которые намерили геодезисты на местности и кодификатору с определенным видом линии... Короче, взрыв мозга. Мы соглашаемся, но говорим, что совершенно не знаем, как это делается, потому что в основной профиль у нас другой. Начальник обещает все нам показать и рассказать, но в итоге тупо дает нам файл с чужой готовой топосъемкой, типа сами тут разберитесь. Это все равно, что тебе бы дали велосипед, чтобы ты в нем как-то разобрался и соорудил другой велосипед. Худо-бедно мы принялись за работу, но результаты нужно было сдавать на проверку, и тут же наставал звездный час вышепомянутых дедов и бабок, потому как проверяли они и, естественно, лошили нас, что мы все делаем не так, а откуда нас таких понабрали. Начальник — это отдельная категория жести. Совершенно непонятно было, в каком настроении человек. Чаще всего он был груб и непререкаем. К нему невозможно было подъехать на кривой казе, не задать ни один вопрос и тем более не прояснить что-то по рабочим моментам. Он постоянно орал, чуть ли не с санными тряпками гнал мою приятельницу, которая пришла на собеседование по работе. Я помню, когда мне нужно было подписать у него заявление на отпуск, я полчаса стояла, держась за ручку его двери в кабинет и панически боясь туда зайти. Фу, я ненавижу это чувство. Кого-то вот так вот, типа, бояться. Блин, даже к нормальному начальнику зачастую как-то стрёмно подойти с какой-то своей темой, а если начальник ещё и псих, то это вообще. Самый трэш начался по осени, почти через год после моего пребывания там. Я бы пыталась уйти в отпуск, но меня никак не отпускали под разными предлогами. То, мол, несколько других коллег в отпусках, то нужно доделать топосъёмку, пройти проверку у дедов, а потом появлялась новая топосъёмка и т.д. В итоге в отпуск я ушла чуть ли не на месяц позже, чем хотела. Во время моего отдыха звонит мне моя коллега в истерике и говорит, что она вернулась из отпуска, и пока она тут гуляла, её уволили по какой-то формальной причине. Типа, она не отнесла своё заявление на отпуск в бухгалтерию, хотя у нас никто сразу не носил, и всё было в порядке нормы. Никак не уведомили. Её не просто уволили, а даже не пускают на рабочее место за вещами, якобы у нас секретное предприятие, а она тут больше не работает. Но она старше умнее меня, поэтому подняла там бучу, ей даже какие-то отступные заплатили. Нормальный респект. И вот выхожу с отпуска уже я, и мне сообщают, что я иду под сокращение, так что готовься собирать манатки, а пока можешь ходить на неполный рабочий день. Вот единственный плюс. Я сходила в отдел кадров, там сказали, что сокращают не меня, а мою должность, и по идее я могу попросить начальника перевести меня на другую и остаться. Я пошла и попросила, и это стоило мне огромных психозатрат, и естественно была послана нафиг. Я стала работать до обеда, и однажды пришла с утра, мне начальник сообщает, что они вчера вечером провели совещание без моего присутствия, и решили, что я должна заявление по собственному написать. Ну, типа сокращение повредит моей репутации, а так я будто сама решение приняла. Но дело в том, что по сокращению они должны были выплачивать мне компенсацию, а по собственному, естественно, ничего. Я немного встала в позу и была отправлена к местному ФСБшнику, так как предприятие связано с секреткой, тут должен быть свой агент. Где поняла, что лучше валить отсюда подальше и как можно скорее. Он мне не угрожал, конечно, но кто хоть раз беседовал с ФСБшниками, поймет, что там и угрожать не надо. Я и сама, конечно, собралась уходить, но не таким способом. Написала заявление и ощутила привкус свободы. И вот, вроде государственное, на тот момент серьезное предприятие и такая шляпа по итогу. Я сейчас уже 10 лет работаю с госзаказчиками, и они периодически тоже рассказывают всякое прекрасное. Например, сотрудница государственной трудовой инспекции пару лет назад имела зарплату в 15 тысяч рублей в Питере. Так что, когда вам кто-то будет рассказывать сказки про то, как хорошо и спокойно работать в госучреждениях, 10 раз задумайтесь. Кстати, первый раз, когда я слышу вот настолько отрицательный отзыв о работе в госучреждении, потому что в основном там у всех все реально в шоколаде. То есть там я даже знаю, что сотрудники МФЦ, у них там какие-то, ну, зарплату у них там можно быть там и в районе 20 тысяч официально, но при этом у них там типа куча бесплатных плюшек, у них отличные премии, просто восхитительные, прекрасные. Да? Да. Ну, я не знаю, как обычный рядовой сотрудник именно в окошке в МФЦ, но вот, видимо, те, кто немножечко по службе дорос, хотя и в окошечке хорошо зарабатывают. Ну, как, хорошо, но в плане для Москвы норма, там типа в районе 80 тысяч, но это официальное АЗП. Ну, то есть... Извините! Да, и плюс у них там всякие льготы, бонусы, вот это вот все. Им могут выдавать путевку либо в санаторий куда-нибудь на Морле, либо ты можешь эту путевку взять деньгами. Ну, слушай, такая работа стрессовая на самом деле, что путевки в санаторий, мне кажется, просто необходимы. Это как моральная компенсация за ущерб, который приносится этим сотрудникам, я уверена, каждый день. Там нужно иметь стальные яйца на самом деле, и такую нервную систему крепкую, что мама не горюй. Так что, нет, в целом 80 тысяч за такую мозгопку, это может быть еще и как бы не очень-то и много. А вот санаторий необходим. Санаторий, рехаб, типа, по полной программе, чтобы чиститься там, в ваннах полежать с минеральной водой. Ну, короче, если кто-то у нас тут есть из МФЦ, напишите, пожалуйста, анонимно, что у вас там происходит, потому что я знаю только какие-то совершенно потрясающие отзывы. А ты много слышала? Ну, нет, не так уж и много. Но, типа, я знаю, что когда начался ковид, их туда всех добровольно, принудительно отправили в этот оперштаб, у них там все было прекрасно. Также еще говорят, что на Крайнем Севере там что-то тоже, типа, там все зарабатывают мало. Не знаю, у меня есть две сестры-метработницы, вот они обе себе по квартире купили. Машину моя сеструху малая купила. Но где квартира? В Петропавловске, Камчатка. Ну, естественно, они там живут, они там работают, им там бабла хватает. Ну, а там квартиры стоят, там, типа, миллионов пять. Ну, это немало, конечно, да. Ну, вот, поэтому я вот даже не знаю. То есть тоже госкомпании и госкомпании рознь, мне кажется. То есть есть реально полный отстой, как вот здесь в истории, а есть также и очень... Ну, а где они, медработницы? В государственной больнице, одна на скорой помощи, вторая медсестра. И у них вот эти вот ковидные отчисления очень хорошие. Я, кстати, смотрела выпуск на канале «Все работы хороши». Я уже неоднократно отзывалась про этот канал во время вот роликов. И там как раз последний выпуск про работу на скорой помощи. И там рассказывали, что реально есть какие-то отчисления ковидные. Но, грубо говоря, есть одна скорая, которая ездит по ковидам, по ковидным чувакам. И все, кто остальные приезжают на вызовы и у кого ковид, но они сами не ковидная, как бы, группа, им никакие отчисления не приходят. То есть они работают с людьми, которые заражены, очевидно, да. Они, как бы, выполняются те же функции, что и люди, которые специально ездят по ковидным каким-то вызовам. Но они не получают ничего, потому что все их вызовы описываются как просто, типа, простуда. Потому что нельзя, потому что им пойдет отчисление, не дай бог. Если узнают, что они ездят по ковидным вызовам, они обычная вот скорая выездная группа. Так что... Вот тебе и две стороны одной монеты, понимаешь? Посмотрите, это очень интересный выпуск. Я прям, ну, узнала, как бы, многое и укрепилась в осознании того, когда мнение, что это просто адская работа, еще и за эти деньги, которые там платят, это просто какой-то реально ад, филиал ада. Так что, пожалуйста, обращайтесь к работникам скорой помощи с максимальным пониманием. И не просите их надевать бахилы при входе в вашу квартиру. Ой, кстати, почему я до сих пор до этого не догадалась? Я напишу своей сестре и попрошу со скорой помощи. Историю порно рассказывать. Она мне такую шизу рассказывала, что их там закрывали дома, их не хотели выпускать какие-то психи. Как они к бомжам приезжали, что их там нахуй посылали, хуями крылья там, типа, вообще. Ну, типа, работа очень лютая. А, и она там еще девочка, она младше меня. Там какого-то мужика, она чуть ли не вместе с водителем скорой помощи, там, с пятого этажа спускала, там, чуть ли не на своем горбу. Это тоже абсолютно вот такие истории рассказаны. На канале все работы хороши, прям реально, вот один в один, как девочка там надорвала себе спину, потому что она тащила носилки там одна, блин, чуть ли не звонила по лесной клетке в квартиры, чтобы хоть кто-то помог спустить. Да, 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 сплошь и рядом. Блин, реально, если есть тут медработники, я обожаю слушать истории из больниц, от врачей, от медсестер, от кого угодно. Пожалуйста, девочки, работницы больниц, очень сильно вас ждем на нашей почте. Можете прямо написать отдельные сообщения по теме медицинские истории, что-нибудь такое. Да, это очень интересно, я обожаю. Ой! Здравствуйте, блядь, приехали. Девчонки, привет! Писала уже много историй, вспомнила еще одну. Как я не устроилась работать с Клиней Хрыгиной. О, такая, кстати, у меня знакомая тоже есть, знакомая подружка. На Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Нэ-Хэ-Хэ была вакансия администратора в ее салон. Я откликнулась, мне написала HR. Мы договорились встретиться на Ценном бульваре, на фудкорте. Охренное место для собеседования, конечно. Она опоздала, но я решила дождаться, так как тогда нуждалась в работе. В итоге эта дама сказала, что я не подхожу для салона Крыгиной, ведь там работают девушки модельной внешности, ты же понимаешь. Это она мне сказала. А я не модельной внешности, но я не уродина, я хорошо выгляжу, прилично и ухожена. И предложила мне другую работу в шоу-руме какого-то бренда, блядь, нормальная переадресация. Судя по размерному ряду, XS-S, это весь размерный ряд XS-S, прекрасно. Это какая-то дискриминация прямо таким. Даже я уже это, блядь, не влезу в этот размерный ряд. Я тут, кстати, была в шоке, я извиняюсь. Я на днях купила джинсы себе на свою жопу размера XS. Это в каком магазине? В Нью-Йоркере! Там просто было только M, M мне прям жестко, велико. Я искала S, S-ки не было, я взяла XS, как раз идеально. И я такая, что? Моя жопка XS, что ли, теперь? Я тут с мамой ходила в Юникло и мерила, значит, штанишки. И я такая думаю, ну я-то как бы малютка, да? Я был самый маленький размер в биржке, но не самый маленький, самый маленький, он у меня был очень короткий. То есть у меня проблема была именно в длине, то что у меня рост 172, а вес у меня как бы варьировался 47-50, вот так. Я тут взвесилась недавно, ребятки. 54! Здравствуйте! Вот я начала заниматься спортом, знаете, нормально жрать. Ну, подкачалась, это, конечно, очень, грубо говоря. Но мышцы-то все равно, они укрепляются, они тяжелее, чем жир. Ну, не 4 килограмма, блин, за месяц. Такие мышцы мне не нужны, которые будут весить столько. Ну, так вот, я-то привыкла, что у меня жопа маленькая. Ну, да. Ну, типа, прям поправляюсь хорошо. Знаете, ну, 27 лет уже как бы не молодка, уже не 20, да? Уже обмен веществ не тот. Метаболизм не отказывает, да? Не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, пожалуйста, не уходи от меня. Но уже как бы, да, чувствуется, что... Поэтому правильно, что мы пошли на спорт. Ну, да, мы замедлим немножечко все процессы. Мы ходим на пол-спорт, да? Пилон. Вот, я уже в своих макияжных видео иногда делала какие-то вставки, типа, я пошла тестировать макияж на тренировку. Судя по размерному ряду, XSS это Китай. Я согласилась, потому что в целом не нужна была работать, такой вариант я тоже допускала. Я приехала на точку, а там нет этой женщины. В итоге я проживала 20 минут и уехала. Мы с ней договорились на определенное время, а она не пришла, зачем мне это нужно? Плюс там людей не было вообще, а был выходной, и ТЦ очень дудный. Я еще общалась с девушкой, у которой была смена, и она вообще была не в курсе, что кто-то придет и кого-то ищет. Видимо, ее подсидеть хотели. Ну, может быть, сменщится просто, почему нет? Ну, и она сказала, что тут людей особо нет. Бренд неинтересный, работает тут скучно, так что не жалею. Знаете, в чем самое главное жопа этой истории? Потому что через два года в сообществе визажистов я узнала, что у Крыгиной работают девочки-администраторы самые обычные, немодельные внешности, никакого лукизма у них нет. Мне кажется, это был просто фейковый набор на несуществующую вакансию. Кто-то под именем Леночки Крыгиной устроил набор на вакансию в салон, а на самом-то деле набирали, ну, это было целенаправленно, да, то, что сразу, возможно, и брали девочек, да, изначально на собеседование, которые, ну, немодельные внешности, как бы, да, ну, естественно, чтобы им отказать. Ребят, я хочу просто показать, что мы хотели прочитать историю, но потом я увидела, что здесь истории, ну, вы меня извините, пожалуйста, но... Жесть, реально, это очень много. Это просто, это unbelievable, это на минут 15 только чтение, поэтому очень жаль, но такое мы прочитать просто не сможем. Я работаю комьюнити-менеджером в государственном банке, не могу сказать название, но выбор невелик. Слежу за социальными сетями, в основном за репутацией компании. Однажды, когда проверяла в инсте публикаций в запрещенной социальной сети, публикации по хэштегам наткнулась на супер-мега-кринжовое IGTV. Значится, есть мадама, которая оформила себе кредитную карту еще до локдауна 2020 года, а потом бац, и бабахнул карантин. В кредитных каникулах отсрочка, ей была отказана из-за плохой кредитной истории, ну как бы, блин, сорян, локдаун не отменяет отношение людей к кредитным обязательствам. Как бы грустно это не было. В общем, смотрю я это видео, где она орет и визжит, что банк подал на нее в суд за неуплату. И знаете, прикол весь? Когда ей отказали в рассрочке, она решила на зло банку не платить, чисто из принципа. С ее слов, она богатая женщина и имеет несколько квартир. Бля, ну это просто сверхбред сумасшедшего человека. В итоге банк отсудил у нее много денег со штрафами и пением. А она через инст, видимо, пыталась обосрать политику банка, и чтобы ей все простили. Я решила рассказать эту историю, чтобы поведать слушателям одну прекрасную вещь. Любому банку не нужны хорошие заемщики, которые платят вовремя. Одна из статей дохода это не платильщики. Как бы грустно и мерзко это не звучало. Поэтому, когда оформляете кредиты, пожалуйста, думайте об этом и оценивайте свои финансовые силы. Сможете вы это погасить или нет? А если есть вопросы, обращайтесь к специалистам. Спрашивайте, как, где и что работает. Если это не касается внутренней инфокомпании, на зло банку не сработает никогда. Помните об этом. Кстати, да, вот это очень классная тема. Мне мама постоянно говорила, что Настя, банк, мне нужны люди, которые могут оплатить. Мы как-то вот, когда покупали фотоаппарат, камеру, точнее, на которой мы сейчас снимаем, я хотела взять ее вообще в рассрочку. Потому что, ну, всегда, согласитесь, приятнее отдать 30 тысяч 5 раз, нежели платить 1 раз и 150 тысяч. Это психологически просто приятнее. И мы решили с мужем, чтобы уж наверняка оформить это дело на мою маму. Ну, вот, мам, надеюсь, что это можно говорить. Не знаю, не убей, если что. У мамы все прекрасно вообще по всем показателям. И в итоге моей маме один из пяти банков еле-еле согласился. Вообще, я хер пойму, какой банк. Но в итоге почему-то что-то произошло, и мы купили просто так. Потому что, по-моему, камеру не могли привезти 2 недели. Что-то такое какое-то было. Я прям бесилась, там, уже рвала на себе волосы, топала ногами, орала. И в итоге мы купили просто на player.ru. Не реклама, а хотелось бы. За обычные деньги, обычные. Единым платежом и все. Но вот. И мама говорила, что, Настя, ничего удивительного. Банки не любят давать рассрочки и прочее людям, которым платежеспособны. Ну да, потому что, если посчитать просто, сколько мы с Семеном заплатили просто сверх кредитки, которые Альфу Банк давал 100 дней без процентов, и мы эти 100 дней благополучно несколько раз просрали. Реально? Да. У нас там пиздец был такой, что просто все деньги, которые приходили нам, мы клали на эту кредитку, а потом там все равно, типа, смотрим, опять минус 40 тысяч. Типа, что за жечь? А там каждый день они ниже себе, там, сколько насчитывают, короче. Ну и понятно. Мы заплатили больше, чем вообще за все это время потратили, блин, с нее. На самом деле это трэш. Вот эта вот кредитка Альфа Банка, мне кажется, это самое большое зло из всех вообще. А они сейчас, знаешь, что предлагают? Что? Год без процентов. На полу ляма кредитка. Девочки, не берите, пожалуйста. Не берите. Кредитка это реально кабала. Я взяла год назад кредитку, и я, блин, во-первых, я ее взяла из-за того, что там начисляются мили в Тинькофф Банке. Я обожаю, на самом деле, Тинькофф Банк. Я не имею вообще ничего против них, но система с милями просто у**анская, конченная. Потому что я рассчитывала, ну, думала как? Что у меня есть деньги, и я просто эти деньги трачу с кредитки, а потом быстренько покажаю кредит, и кредитку как бы у меня и мили копится, и процент на остаток может по дебетовой карте падать. И такая, ни хуя себе, я, блин, Карл Маркс. И, короче, в итоге что? Я копила прилежные эти мили целый год. У меня там несколько раз были сложности, потому что, когда ты тратишь бабки с кредитки, ты все чаще и чаще начинаешь тратить с нее все больше и больше дозволенного. И в итоге у меня просто все мысли были о том, чтобы не заработать денег и отложить, а заработать денег, чтобы покрыть эту сраную кредитку. Ну, типа, то есть я дальше этой кредитки вообще не видела, типа, хотя я понимала, что это неправильно, ну, короче, бред начался. И тут я недавно решила, что все, не буду больше этой кредиткой пользоваться, закрыла ее такая. Ну, все, сейчас спешу мили, у меня там что-то, ну, почти 8 тысяч миль. Я такая думаю, спешу мили, и все. И мне как раз нужно было покупать авиабилеты. И я думала, в карте Альфа Тревел можно было списывать любое количество миль, ну, и просто как бы делать себе скидку, грубо говоря. А в Тинькове не так. Ты можешь потратить мили только все разом и покрыть полную сумму билета. А частично покрывать нельзя. И если... Все, то есть, если у меня 26 тысяч миль, то ты можешь купить только на 26 тысяч билет. Типа, если больше он стоит, ты не можешь доплатить. Так не делается там. То есть, эти мили, они нахуй просто не усрались. В смысле? Правда? Да. Я тебе даже могу скрины показать с чатом, потому что я долго не могла в это поверить. Я им писала, чуваки, вы что? Придется покупать какой-нибудь билет, который стоит 26 тысяч. Да. Типа, ни больше, ни меньше. Ну, наверное, меньше можно все-таки. Но доплатить нельзя? Доплатить нельзя. А я хотела доплатить, я хотела их списать и сделать себе скидочку. Да, трэш, конечно. Да, и то есть, получается, миль у меня не прибавится, я ими пользоваться не могу, и нахуй мне это вообще вся история была нужна. Все было зря, я, короче, расстроилась. Поэтому, если вы хотите копить мили, заводите Альфа Трэвел. Вот там у нас все. Слушайте, ну это правда какой-то бред. Вот у меня 26 тысяч миль, и что мне с ними теперь? Интересно, конечно. Знаешь, вот раньше на 25 тысяч можно было купить билет до Нью-Йорка и обратно, блядь. Сейчас я не знаю, что можно купить. Билет в Ереван, блядь, полтос стоит туда-обратно. Я думаю, что в целом на одно видео мы наговорили сегодня всего три истории, но мы как-то свои делали вставки, которые заняли больше половины ролика. Очень хочется кушать, поэтому давайте прощаться. Да, и мы надеемся, что вам понравилось это видео, что вам было интересно вместе с нами почитать эти истории и порассуждать с нами на некоторые темы, например, мили и карточки. Обязательно подписывайтесь на наш канал на всех платформах, ставьте лайки, поддержите нас, пожалуйста, потому что это очень непростое для нас начинание, и это реально полная жесть. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!